Дорогие братья и сестры, вот в Великом Новгороде Господь благословил меня иметь организацию, она имеет юридический статус. Когда-то она называлась Организация Здоровая Молодежь, Новгородская областная общественная организация. В этой организации, внутри ее есть клуб, он называется Клуб Спортивных Единоборств. И сейчас Господь благословил создать еще один клуб. Мы называемся Церковно-Исторический Клуб Пересвет, передающий свет Евангелия Новгороду. И Господь дал вот это небольшое здание, небольшое помещение. Я искренне, от всей души желаю всем братьям реформаторского православного направления в Грузии, в Молдавии, в Белоруссии, на Украине, в России, приезжайте в Новгород. Есть место, где вы можете проповедовать. Есть место, где можно отдохнуть, можно остановиться. Пока Господь благословляет мне оставаться вот здесь руководителем, и это в моей компетенции и силе, предоставить место, я могу 10 братьев, приезжайте, и, пожалуйста, будем размещать. Извиняюсь, у меня там есть, ну, может быть, не гостиничные номера, а просто есть место, где можно поспать, поесть, помыться и пройти, значит, по городу. Старинный, хороший город. Здесь некогда началось великое продвижение евангельское. Вот есть несколько таких всероссийских газет, где считают Новгородчина является, в общем-то, не только историческим городом, колыбелью России, но колыбелью евангельского движения. Здесь были, значит, стрегольники, 1375 год, вот это до Мартинского пробуждения, когда Карп и Никита, два дьякона, увидев в Писании, уследив, как они говорили, несоответствие тому, что творится в иерейских кругах, а это была коррупция. И многие даже вот сейчас исследователи, они в противоречии. Одни говорят, что это якобы пришло откуда-то с Запада. Третьи говорят, это зычников там, стрегольники, стребов. Нет, потом, ведь они просто исследовали Писание. Оно пришло от Слова Божьего. И оно разделось, оно имело колоссальное продолжение. Оно переросло в московскую, так называемую, жидовствующую ересь, которая всколызнула и накрыла всю Россию. Вся Россия начала читать Евангелие. Царский двор. Александр Первый тоже чудный, дивный реформатор был в свое время, создав библейское общество. Тогда был, значит, Иоанн Третий, который родственники, бояре, епископа уверовали, приняли это Евангелие и начали реформировать церковь. Вот это вот начало, мы хотим, чтобы это продолжалось делать. Дело евангелизации. Не изменение чего-то, не мешание кому-то, не развенчивание каких-то, и не говорение про кого-то плохо. Говорение только то, что хорошее у нас, это написано в Слове Божьем. Мы хотим возрождать, реформировать, воссоздавать вот эти, ну будем говорить, церковные исторические клубы, кто исследует церковные процессы внутри православия. Они были, были замечательные милисины Иоанн Иванович, были замечательные подвижники-нестяжатели, которые уходили от серебролюбия, от увлечения вот этим бизнесом, которые искренне понимая ответственность перед вечностью, всю жизнь посвящали чистоте Евангелия и несению его в люди. Господи, благослови, благослови, я хочу помолиться, братья из реформаторской церкви, благослови вот эту номинацию, благослови эту церковь по всему лицу земли, чтобы она развивалась и процветала, и в Белоруссии, и в Грузии. Я приглашаю братьев, у меня многие ребята занимаются с Кавказа, дай Бог, Господи, приехать и им рассказать о чудных, дивных делах, Господь что там делает. И в Молдавии, и на Украине, и по всей России, Господи, благослови, пробуждай это движение, вкладывай в сердце людей Господь Евангелие, неси его и распространяй по всему лицу земли, чтобы наша динаминация, наша реформаторская церковь расширила границы и вышла в Европу, чтобы люди прославляли имя Твое Святое, Господь, чтобы шли, Господи, с Твоим именем Христос на устах и спасались, и вели за собой огромные массы людей в спасение, в общение с Тобой, в радость, в покой Божий. Благослови, Господи, все реформаторские церкви. Приезжайте, братья, приезжайте, сестры, приезжайте, останавливайтесь, вы походите по историческим местам, вы увидите колыбель России, вы увидите колыбель евангельского движения, не даст Бог, это будет новое пробуждение, и Господь наполнит нас и Духом Своим Святым, и участием в нашей жизни. Благослови всех, Господь, слава тебе и благодарения, любящий Бог, отец и Дух Святой. Аминь.